Всем привет! Решил я побаловать сегодня себя кальмарами в хрустящем кляре. К этим кальмарам я приготовлю два соуса на сырной основе. Поехали! Для приготовления кальмара в кляре мне понадобятся кальмары. Я их уже очистил и порезал. Очищаются кальмары просто. У меня уже они были почти готовы. То есть вы можете вывернуть кальмара наизнанку и очистить его с внутренней стороны, если он у вас... То есть обрезать все жилки, все, что несъедобно. И нарезать на вот такие полосы. Кальмары я сразу присаливаю и сразу перчу. Перемешиваю и убираю в сторону. Для кляра мне понадобится мука, разрыхлитель, молоко, соль, растительное масло и кукурузный крахмал. Количество всех ингредиентов вы найдете под видео. А я замешиваю тесто. Просеиваю муку. Разрыхлитель. Присаливаю. Добавляю молоко и все тщательно перемешиваю. До полного растворения комочков. И добавляю крахмал. Ингредиенты вы также, конечно, можете смешать все сразу. В данном случае это не имеет никакого значения. Тесто готово. Я накрываю его пищевой пленкой и убираю настаиваться. Пока тесто настаивается, я приготовлю сырный соус. Я его буду делать на основе сладкого перца, сливок и сыра. Сладкий перец я натрезаю. Смазываю его растительным маслом. И отправляю в духовку. До 15 минут до готовности я добавлю чеснок, розмарин и тимьян. Так как они у меня просто-напросто, если помещу заранее, сгорят. Отправляю при температуре 210 градусов на полчаса. Пока паприка запекается, я приготовлю еще один соус. Я сделаю его на основе соуса татар, но не на основе майонеза, а на основе сливочного сыра. Для этого соуса мне понадобится сам сливочный сыр, соль, огуречный рассол, мелко порезанные корнишоны, петрушка, маслины и каперсы. Час сыра я отправлю в измельчитель. Сразу поперчу. Добавлю соли совсем немного, потому что корнишоны и огуречный рассол у меня уже соленые. И пробью. Перекладываю сыр в более крупную чашку. Добавляю все то, что я приготовил для соуса. Пробую на вкус. Добавлю буквально маленькую щепотку сахара. И мой соус готов. Собираю его в холодильник. Прошло полчаса. Паприка моя готова. Я дам ей немного остынуть и помещу в полиэтиленовый пакет, чтобы она немного вспотела, чтобы я мог снять с нее шкурку. Сейчас на этом этапе, пока она горячая, этого делать нельзя, так как полиэтиленовый пищевой пакет просто-напросто расплавится. Паприка вспотела и подостыла. И теперь я могу спокойно снять с нее шкурку. И перехожу к плите. В сотейник добавлю сыра. И сразу добавлю сливки. Добавлю немного копченой паприки. И добавлю немного соли. Дам сыру для начала растопиться. Масса у меня уварилась. Она немного подостыла. Я ее отправляю в блендер. И добавляю часть сладкого перца. И пробиваю блендером. Оставшуюся часть сладкого перца я нарезаю на небольшие кубики. Добавляю сладкий перец в миску. Добавляю сюда мой соус. Все тщательно перемешиваю. Пробую на вкус. Буквально еще немного соли. И даю соусу полностью остыть. Если у вас по каким-либо причинам окажется соус жидковат, то всегда можно будет добавить сливочный сыр. И размешать до однородной массы. Масло у меня уже нагрелось. Доверяю его зубочисткой. Так, зубочистка, точнее масло на зубочистке шипит. Это говорит о том, что масло наше готово. Присыпаю кальмары какую-то часть небольшую мукой. И отправляю в тесто. И при помощи двух зубочисток начинаю кальмары выпитать. Кальмары в хрустящем тесте у меня готовы. И я приступаю к сборке. К сборке, разборке. Так, добавлю соуса. Кстати, вот этот соус на основе сладкого перца мне, лично мне по вкусу, намного интересней. Что будем пробовать? Я надеюсь, вы услышали хруст. Это не хруст купюр в моем портмане. И даже не хруст моих костей. Хотя очень похоже. Тесто хрустящее. Как я и хотел. Хотя второй соус тоже. Получился вкусным. Чего бы лично я из него убрал, так это маслины. А маслины заменил бы именно оливками зелеными. Если вам понравилось это видео, оставляйте ваши комментарии. Ставьте лайки. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok